Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы начинаем серию онлайн-репортажей, посвященной 10-й международной конференции воспитания и обучения детей до школьного возраста. В наших репортажах мы будем рассказывать вам о секциях, и в том числе мы будем приглашать руководителей секции, чтобы они вам рассказали поподробнее, о чем же будет данных секций. И сегодня мы пригласили к нам руководителей секции «Медиаобразование в дошкольном образовании» Ирина Лениншина-Комарова. Ирина Лениншина-Комарова является проектором научной деятельности Международной педагогической академии дошкольного образования. Также она заместитель заведующей кафедры ЮНЕСКО, и она является главным редактором информационной среды методической поддержки дошкольного образования «Виртуальный детский сад». Ирина Лениншина, здравствуйте. Мне хотелось бы вам задать такой вопрос. «Медиаобразование в дошкольном учреждении, организации, насколько это важно? Нужно ли детям как рано сталкиваться с медиаобразованием?» И вообще актуальности данной темы и насколько она необходима в наше время? Мне представляется, что тема «Архиважная» и недаром она сегодня присутствует в списке других тем, потому что это впервые на этой конференции поставлена эта тема «Медиаобразование». Впервые я имею в виду не вообще в истории этой темы, а именно впервые в истории нашей конференции. Тема важна уже по той простой причине, что очень часто медиаобразование путают с цифровизацией. То есть медиаобразование – это процесс развития личности с помощью и на материалах средств массовой коммуникации, с использованием медиа, с использованием различных технологий. И мы понимаем, что обеспечение безопасности, обеспечение знания о том, как использовать все эти процессы для развития личности, и заключается в содержании медиаобразования. То есть на самом деле, чем раньше мы будем вводить медиаобразование в понятие дошкольного образования, тем лучше. Это не значит, что если мы говорим о медиаобразовании, мы стремимся насытить каждую группу детского сада экранами. Экран вреден для детей и особенно вреден для детей от нуля до трех. От трех до пяти он тоже не сильно помогает. И в любом случае, когда бы мы не сели за экраном, в любом случае, влияет на развитие мозга. И мы понимаем, что в дошкольном возрасте это просто трагично. То есть не побоюсь этого слова. И то, если мы занимаемся буквально с дошкольного возраста медиаобразованием, то есть учим родителей, как они могут ребенка в каком количестве допускать к экрану, как родитель должен себя вести для того, чтобы снизить количество часов, чем он должен занять ребенка для того, чтобы гаджет не сидел у него в голове, только гаджет. Эти же знания необходимы воспитателю. То есть что должен делаться воспитатель. То есть образование того, как мы максимально безопасно можем использовать современные технологии, вот это и является содержанием нашей секции. И вы понимаете, что это действительно архиважно. А скажите, пожалуйста, насколько это помогает медиаобразование воспитателям, педагогам, дошкольной организации проводить занятия в работе? Насколько это им помогает медиаобразование? Понимаете, если бы у нас медиаобразование было поставлено на соответствующий уровень, то есть если бы ему уделялось соответствующее внимание, то это действительно бы очень помогало. Мы сейчас только делаем первые шаги в этом направлении. Если бы, опять же, повторюсь, если бы у нас медиаобразование воспринимали в соответствии с его содержанием, а не путали его с цифровизацией, все было бы в порядке, наверное, да? Но пока у нас это путают на уровне различном и представители системы образования, представители руководителей системы образования, до тех пор у нас как бы это будет работать неважно. И когда у нас, наконец, поймут, что экран вреден, когда у нас не будут в школах ставить, или, ну, потому что в основном в школах это идет в массовом объеме, закупаться вот это вот оборудование экранное как наиболее дешевое, мы понимаем, что если наиболее дешевый компьютер, то там и экран наименее пригодный для ребенка. Вот до тех пор у нас как бы не сдвинется эта проблема с мертвой точки. Но на самом деле существуют приемы, отличные приемы. Существуют примеры хороших законодательств, действительно щадящих законодательств у разных стран по допуску в детский сад вот этих новых технологий. До тех пор вот нам необходимо будет как бы все снова и снова поднимать эту тему. Спасибо большое, Ирина Линична. С нами была руководитель секции медиаобразования в детском саду. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч и ждем вас на нашей конференции. До свидания. Спасибо. Спасибо.